Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. Вот главная тема к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Угловском районе сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар вблизи села Лаптифлок. Пламенем охвачено более 600 гектаров. Лесное возгорание в озеро Кузнецовском лесничестве в Угловском районе возникло 22 июня. Причина – грозовой разряд. К 8 утра следующего дня пожар удалось локализовать. Но в районе обеда огонь вновь разгорелся. Работу спасателей осложняют высокая температура и порывы ветра до 12 метров в секунду. По сгоранию присвоили четвертый класс опасности. Координирует тушение оперативный штаб. Для помощи привлечена воздушная техника. От Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в работе по тушению участвуют силы и средства пожарно-спасательного отряда – 30 человек и 7 единиц техники. Кроме того, на место выехала аэромобильная группировка Главного управления – 40 человек и 2 единицы техники. В настоящее время проведена опашка населенного пункта, оповещение населения и подворовой обход. По информации МЧС, угрозы населенному пункту пока нет. Возможна эвакуация семи крайних домов из-за дыма. Для них подготовлен пункт временного размещения. И к другим темам. Алтайским медикам окажут бесплатную юридическую помощь и поддержат финансово. На эти цели выделено полтора миллиарда рублей из регионального бюджета. Депутаты приняли соответствующий законопроект сегодня на 10-й сессии АКЗС. Медикам предоставят право на бесплатную юридическую помощь, если вопрос связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации. В законе также прописаны права медработников на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Некая правовая защищенность именно медицинских работников, она действительно отсутствовала. То есть каждый был сам за себя при тех или иных сложных юридических ситуациях. Сегодня это включается в конкретную программу, то есть будут конкретные специалисты, которые этим будут заниматься. Мы бы хотели сказать, что мы закончили работу эту. Нет, мы только сделали первый конкретный правильный шаг в законотворчестве, в поддержке медицинских работников Алтайского края. По новому законопроекту молодые специалисты будут получать финансовую поддержку в течение трех лет. Например, участковые врачи-терапевты и педиатры, которые впервые устроились на работу. Им предусмотрена выплата 9 тысяч рублей ежемесячно в первый год, 13,5 во второй и 22,5 тысячи в третий год. Полный список опубликован на сайте Алтайского краевого законодательного собрания. 15 новобранцев из Алтайского края отправятся служить в президентский полк. Они будут охранять Кремль, стоять в почетном карауле у Вечного огня и, возможно, примут участие в параде на главной площади страны. В элитную воинскую часть новобранцев отбирали со всего края. Требования высокие. Идеальное здоровье, рост от 175 до 195 сантиметров, моральная устойчивость и никаких татуировок. Президентский полк. Мы регулярно весной и осенью отправляем по 15 человек. По инициативе губернатора Алтайского края в 2008 году мы начали отправлять и ежегодно продолжаем отправлять. Отзывы о службе наших ребят всегда положительные. Всего весеннюю призывную кампанию отправят более 2,5 тысяч новобранцев. Лагерь «Спутник» Завьяловского района Следия советской эпохи. Первые корпуса начали строить еще в 60-х годах прошлого века. Но в будущем здесь планируют провести масштабное обновление. Благодаря особенностям расположения на базе лагеря планируют создать межрайонный центр детского отдыха. Наш лагерь находится в очень хорошем месте на опушке нашего реликторового бора. Между двух озер озера Соленое, буквально на берегу озера Соленого. Это оздоровительный летний лагерь «Спутник», потому что дети оздоравливаются здесь. И Пресное озеро – это Кривое озеро. В каждой из трех смен отдыхают по 140 человек. Площадь лагеря, а это 10 гектаров, позволяет увеличить количество детей до 450 в смену. Администрация района планирует выстроить в лагере современные корпуса, разбить новый стадион, организовать лечебницу и оборудовать пляж. То есть провести полную реновацию. Наша мечта – здесь не просто организовать отдых детей, а проводить по полноценному даже лечению. Потому что грязи Соленого озера, целебный воздух – все это можно использовать. И все это является нашей особенностью, нашей отличительной чертой. То, что нас выгодно отличает от других территорий, других районов и других лагерей. То, что центр будет востребован, сомневаться не приходится. В лагерь приезжают дети из 16 районов края, а также из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей и даже из Москвы. Дальняя география может чем еще быть обусловлена? Потому что бабушки и дедушки проживают где-то здесь недалеко. И вот они выбирают наш лагерь. Очень приятно, что многие дети по 6-7 лет, начиная с маленького возраста, ежегодно к нам возвращаются. Конечно, нас это очень радует. Региональные власти также заинтересованы в обновлении лагеря «Спутник». Но силами краевого бюджета такой проект не потянуть. Чтобы мечты сбылись, учреждению нужно попасть в подходящую федеральную программу. Юлия Шеламова, Сергей Сидых, Новости. Сегодня выпускникам барнаульских школ вручат аттестаты. Документы получат почти 3800 выпускников из 83 образовательных учреждений города. Отмечу, в этом году в краевой столице 344 претендента на аттестаты с отличием о медали за особые успехи в учении. Их вручат выпускникам с пятерками по всем предметам. Также нужно получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и преодолеть минимальный порог по другим сдаваемым предметам. И к новостям культуры. Ежегодно фестиваль Роберта Рождественского начался творческой встречей с поэтами Дмитрием Мельниковым и Германом Титовым. Она прошла в краевой библиотеке имени Шишкова. Речь пойдет о поэзии. Разумеется, поскольку Роберт Рождественский поэт, я думаю, что он незримо участвует и в этой встрече тоже. Один из ярчайших шестидесятников поэта, который, кстати сказать, не уходит из актуального читательского интереса до сих пор. Поэты прочитали стихи и вспомнили творческий путь Роберта Рождественского. В этом году ему исполняется 90 лет. Со дня его рождения традиционный литературный фестиваль Роберта Рождественского завершится в Косихе на родине поэта 25 июня. Это фестиваль литературный, потому что Роберта Рождественского мы прежде всего знаем как поэта. Да, на его творчество выросло огромное количество песен, но это человек, принадлежащий к литературе. Поэтому нам кажется очень логичным, что литературная составляющая в этом фестивале должна быть очень ощутимой. И именно встреча с поэтами, с мужчинами-поэтами, открывает цикл наших мероприятий. Всю жизнь он поклонялся одной только красоте. Так алтайские художники рассказывают о своем учителе Глебе Белышеве. 29 июня заслуженному художнику России исполнилось бы 100 лет. К его вековому юбилею в арт-галерее Щетининых открыли персональную выставку. Глеб Белышев родился в городе Иваново. Там же получил диплом химико-текстильщика в техникуме. В 1962 году мастера пригласили в Алтайский край, чтобы открыть и возглавить художественную мастерскую на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате. Он руководил ею 20 лет и оставил после себя плеяду молодых художников-текстильщиков. На выставке «Мир цветов» Глеба Белышева представлены 60 работ из личной коллекции внуков художника, а также из коллекции галереи. Часть работы – это то, что хранилось в нашей коллекции Щетининых. И мы эти работы, конечно же, сюда тоже показываем. И вообще вот эти работы, которые у нас хранятся в коллекции, мы их стараемся максимально показывать на всех выставках тематических, где-то каким-то боком это можно показать. Потому что акварели Глеба Саныча всегда пользуются очень большим интересом. В экспозицию вошли работы в разных техниках. Графика, акварель и масляная живопись, а также рисунки для тканей. В витринах расположили ситцы и сатины, выпущенные на ХБК. Любимой темой в творчестве художника были цветы, особенно розы. Они также широко представлены на выставке в эскизах и полноценных произведениях. Познакомиться с работами Глеба Белышева можно до конца июля. Вход на выставку свободный, без возрастных ограничений. И в конце выпуска о спорте. В Барнауле стартуются российские соревнования по пляжному волейболу. Традиционный турнир посвящен легенде алтайского волейбола Сергею Маркову. На площадках встретятся спортсмены от Москвы до Дальнего Востока. Среди них чемпионы страны по пляжному волейболу, а также ветераны спорта. Главный приз соревнований – 150 тысяч рублей. Спортсмены будут соперничать по системе «Сетка до двух поражений». Игры пройдут с 24 по 26 июня в парке спорта Алексея Смертина. Без возрастных ограничений. Ну а к этому часу у меня все. Эфир телеканала продолжит мои коллеги. Ну а я в свою очередь желаю вам отличного дня и хороших выходных. До встречи в эфире.